В Северной столице впервые за многие годы в центральном пределе собора святого преподобного Исаакия Далматского совершили всеночное бдение. Это событие дополнило уже новейшую историю прихода храма. Возглавил богослужение протерей Алексей Исаев, ключарь Исаакевского собора. Грандиозный Исаакевский собор известен во всем мире как храм-музей. В Санкт-Петербурге имеют славу крупнейшего православного храма. Приход здесь формировался в 90-х годах XX века, но постоянных богослужений в храме не было долгое время. Сейчас постепенно налаживается духовная жизнь Исаакевского собора. Уже несколько лет подряд в нем совершают ежедневные богослужения в пределе святого благоверного Александра Невского. В крещенский сочельник состоялось первое всеночное бдение в центральном пределе. Праздничное богослужение сопровождалось прекрасным пением хора Исаакевского собора под управлением регента Льва Дунаева. В исполнении хора прозвучали сложнейшие образцы портесного пения. Богослужение прошло на одном дыхании. Люди наслаждались молитвой и славили Господа. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Это первое богослужение в центральном пределе событий уже новейшей истории Исаакевского собора. Прихожане терпеливо ждут, когда их храм будет полностью передан Русской Православной Церкви. Лет пять мы ходим сюда, в этот собор, я, хотя здесь вот много прихожан, которые ходят уже лет 12 и даже больше. Я лет пять. Мы молились здесь всегда вот в этом пределе святого Александра Невского. И всегда здесь, во-первых, удивительный хор. Не говоря о том, что вот красота такая, которой мы можем прикоснуться и быть здесь в этих стенах. Но то, что случилось вот в последние дни, это, конечно, удивительно. Потому что когда уже храм стал храмом, и когда мы здесь можем вообще вот по-настоящему понять, что это такое. То есть, конечно, слава Богу и слава тем людям, от кого это зависело. Ключарь Исаакевского собора протерей Алексей Исаев после богослужения поздравил всех с праздником, пожелав доверять воле Божией и молиться. Также батюшка отметил, что приход прирастает и взрослыми, и детьми. Радуемся тому, что храм потихонечку начинает жить своей духовной, внутренней, именно богослужебной жизнью. И таким образом он весь напояется этой благодатью. И мы уверены, что так будет и дальше. Что Господь не оставит этот величественный храм, и наоборот, из него будет выходить много-много очень людей искренних, добрых, духоносных, которые будут нести в мир этот свет, любовь к Христову, и будут это состояние благодатное в наших семьях. В заключение отец Алексей пригласил всех православных христиан приходить чаще молиться в Исаакевский собор, который открыт ежедневно. Батюшка также напомнил, что еще целую неделю в Исаакевском соборе будут раздавать крещенскую воду всем желающим.